Мне хотелось бы вас всех пригласить в наш клуб, в клуб общественных деятелей и активистов, потому что если вы этим прекрасным погозным летним деньком слушаете меня, значит вы все-таки общественной работой занимаетесь и вы активист. Значит, в свое время, лет 10 назад, когда я только начала заниматься вот этой активистской деятельностью, я чувствовала себя страшным узгоем и вообще каким-то человеком очень извращенным, потому что это на самом деле было совершенно на тот момент, вот 10-11 лет назад это было совершенно необычно, таких людей в России практически не было. Они считались городскими сумасшедшими, которым вот из-за плохой какой-то личной жизни или из-за каких-то неудач на личном фронте, вот им делать нечего, они начинают заниматься деятельностью общественной. И я для себя на тот момент постоянно задавала себе вопрос, ну почему так в нашей стране, да, почему в нашей стране вообще заниматься общественной деятельностью, почему это такое какое-то дикое занятие. Потому что я уже потихоньку начала собирать опыт европейский и я увидела, что, например, что в Европе, что в Америке общественные движения, вот то, что называется grassroots активизм и инициативные группы, это там абсолютная норма. Ну, на протяжении всей нашей советской истории, да, на протяжении 70 лет у нас было очень интересное, у нас было такое очень интересное раздвоение в нашем общественном менталитете. С одной стороны, мы все себя чувствовали, да, там, дружными ребятами, пионерами-октябрятами, мы все шагали в ногу, но мы все это делали только исключительно по приказу руководства. То есть вы не могли куда-то централизованно, ну, куда-то шагать, да, если это не был какой-то централизованный приказ. То есть все, что мы делали, вся наша, ну, якобы такая общественная деятельность во времена Советского Союза, это все было исключительно по приказу главнокомандующего, по приказу начальства. На самом деле мы все были страшно разобщены, мы все были атомизированы, и я сама была и октябренком, и пионером, и я помню, что ничего нельзя было сделать даже вот на этом еще самом низовом уровне без, там, пионер-вожатого. То есть все было обязательно под контролем. И на сегодняшний день вот то, что я вижу в российском гражданском обществе происходит, это, на мой взгляд, подобно чуду. Почему? Потому что, ну, на протяжении, там, 70 лет из нас просто вытравливали вот эту способность самоорганизоваться и самим без дяди, да, без указа сверху, без начальства, без президента, без компартии, да, без вот этого вот большого брата. И самим организовать себе свое счастье, да, самоорганизоваться, организовать какую-то группу и добиваться решения важных для себя вопросов. Вот это все началось сравнительно недавно. Я пыталась для себя ответить на вопрос, когда у нас начался вот этот вот рост, грэс-рус движения, рост гражданских инициатив, рост вот этих инициативных групп. Я не знаю, как правильно это назвать, потому что все для себя это называют по-разному. В английском есть такое красивое слово грэс-рус, да, что значит корни травы. Мне оно нравится больше всего, я его буду произносить, потому что в русском языке есть понятие инициативных групп, есть понятие низовых движений. Ну, вот эти мне названия просто не нравятся, поэтому назовем нашу общественную активность грэс-рус движениями. И когда я для себя задаю вопрос, когда это началось, то отвечаю на него так, что, по-моему, это началось в 2060 году. Если вы помните, это был год экологической катастрофы. Это был год, когда мы первый год сидели в лагере защитников Химкинского леса и защищали наш лес от вот этого идиотского проекта платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Вокруг свирепствовали лесные пожары, дышать было просто нечем. И в этот момент власть не нашла ничего лучше, как вырубать наш прекрасный, замечательный Химкинский лес. И я напомню, что в этом году люди, очень многие убедились, что их вопросы власть решать не собирается. То есть у них сгорали дома, они становились погорельцами, ну, по сути, бездомными. У кого-то начинались проблемы со здоровьем очень серьезные, потому что из-за лесных пожаров была очень большая проблема со смогом. И у людей начинались, ну, жесточайшие проблемы со здоровьем, очень у многих. И власть при этом, знаете, как-то она сложила ручки и делать ничего не собиралась. Вообще, надо отметить удивительную природу современной российской власти. Они занимаются ровно тем, чем заниматься не надо. То есть они все свои усилия тратят не на решение нормальных гражданских вопросов, да, а на решение каких-то таких вопросов, которые только мешают обществу. А когда действительно нужна помощь государственная, вот тут ты днем с огнем не сыщешь. И тогда, в далеком 2010 году, 8 лет назад, люди поняли, что для того, чтобы решить вопрос с лесными пожарами, им нужно действовать самостоятельно. И они, собственно говоря, это делать и начали. Они начали создавать свои волонтерские отряды, они начали тушить пожары самостоятельно. И в том же 2010 году, далеком, у нам удалось организовать первый крупный митинг оппозиции. Всем миром мы его собирали. На Пушкинской площади 5 тысяч человек собралось. И впервые в истории России власть услышала людей. И проект трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес был приостановлен. Ну, понятно, что это был хитрый ход, чтобы там, значит, запудрить нам мозги на полгода. И потом они все продолжили. Но самое главное, что мы поняли. Первое, мы поняли, что все равно нас слышат. Второе, мы поняли, что таких, как мы, очень много. Мы поняли, что достучаться до власти можно, возможно. Это просто вопрос, так сказать, ресурсов. Если вас много, да, ресурс у вас большой, то власть вас очень даже прекрасненько слышит. И она пойдет на попятную. Но что мы еще поняли? Еще мы поняли, что у нас совершенно нету инструментов для того, чтобы эффективно развивать нашу деятельность. Мы очень быстро попали в блэк-листы, так называемые. Мы очень быстро поняли, что вот наша деятельность, да, я имею в виду нашу группу защитников Химкинского леса, она продолжается в полном информационном вакууме. Вот буквально прошло несколько месяцев с того, там, грандиозного митинга летнего в 2010 году, да, на Пушкинской площади. И про нас вообще перестали писать. То есть из-за того, что мы критиковали очень жестко действующую власть, собственно говоря, мы попали в эти вот блэк-листы. И, честно говоря, это было страшно, мы просто растерялись. Мы не знали, что с этим делать, потому что к тому времени мы уже пять лет занимались активистской деятельностью. И мы понимали одну важную вещь, что медиа-поддержка – это, ну, не 100% успеха ни в коем случае нет, но 50% – это уж точно. То есть если у вас есть голос, то вас слышат, и вы существуете. Если у вас голоса нету, нету рупора, да, через который вы доносите свои проблемы, то с вами можно сделать все, что угодно. То есть вот один просто конкретный пример. Все вы, наверное, помните, что у нас в Химках было очень жестокое обращение с гражданами, недовольными действующей властью. И у нас периодически практиковались очень серьезные нападения, избиения независимых журналистов. Самое громкое дело было с Михаилом Бекетовым. Это главный редактор газеты, ну, независимой, которой он выпускал «Химкинская правда», который очень много писал про Химкинский лес. И он написал, что за проблемами Химкинского леса стоит коррупция, и за это, собственно говоря, его очень жестоко избили. Он в результате стал инвалидом и потом вообще умер. Но благодаря тому, что об этом избиении все узнали, благодаря тому информационному шуму, который появился в медиа, благодаря тому, что вовремя была распространена информация, у нас тогда уже в нашем движении было достаточно навыков для того, чтобы грамотно вовремя распространить информацию об этом преступлении. И благодаря этому удалось организовать помощь медицинскую для Михаила Бекетова, и это продлило ему жизнь на целых два года. То есть, если бы на тот момент, когда на Михаила напали, не было бы вот такого хорошего медиа-напора, то, я вас уверяю, Михаил бы не получил вот эти дополнительные два года жизни. Никто бы не перевез его из Химкинской больнички в институт Скалифосовского, никто бы не стал ему там в масштабах всей страны сдавать кровь. Он бы тихо погиб на койке в Химкинской больнице. Мы понимали, насколько важна информационная поддержка. И еще мы поняли, что вот это вот окошко возможностей, да, вот эти вот независимые медиа, они сворачивают с каждым днем. Мы поняли, что мы попали в блэк-лист, и мы поняли, что теперь вот, это был уже второй год в лагере в Химкинском лесу, что с нами можно делать все, что угодно. Нашим соратникам продолжали ломать пальцы, продолжали ломать челюсти, но об этом уже никто не писал. И мы поняли, что в один прекрасный момент нас просто закопают в этом лесу, и об этом так никто и не узнает. Вот почему на тот момент мы поняли для себя, что нам нужно сделать свой медиа-ресурс и помогать не только себе, но и другим, таким же, как и мы, активистам, другим движениям. И мы сделали портал Активатика, мы его называем такой фейсбук для активистов, любой человек может там зарегистрироваться, и наша команда распространяет оперативную информацию, которая там появляется, ну, понятно, социально значимую информацию. А я там каждую неделю делаю обзоры, дайджесты о том, что происходит, ну, наиболее такие яркие события из активистской жизни в России. Продолжение следует...